Всем привет! Сегодня я хотел бы вас познакомить с творчеством одного и наиболее выдающихся гуманистов Эразма Роттердамского 1469-1536 года. Настоящее имя Герхард Герхардс родился в городе Роттердаме, Нидерланды. Раннее сиротство и законорожденность заранее закрывали ему всякую общественную карьеру, и юноше оставалось лишь удалиться в монастырь, что он и сделал. Несколько лет, проведенных Эразмом в монастыре, не пропали для него даром. Монастырская жизнь оставляла любознательному монаху много свободного времени, которое он мог употребить на чтение любимых классических авторов и на совершенствование в латинском и греческом языках. Даровитый молодой монах, обратившим на себя внимание выдающимися познаниями, блестящим умом и необыкновенным искусством, владеть изящной латинской речью, скоро нашел себе влиятельных меценатов. Благодаря им Эразм мог оставить монастырь, дать простор своим давнишним увлечениям к гуманистическим наукам и побывать во всех главных центрах тогдашнего гуманизма. Прежде всего он попал в Камбре, потом в Париж. Здесь Эразм издал свое первое крупное сочинение, сборник изречений и анекдотов различных античных писателей. Эта книга сделала его ими известным в гуманистических кругах всей Европы. Во время путешествий по Англии он подружился со многими гуманистами, в особенности с Томасом Мором, автором «Утопии». Когда он вернулся из Англии, некоторое время вел кочевую жизнь в Париж, Орлеан, Роттердам. После нового путешествия в Англию, Эразм получил возможность побывать в Италии. Туринский университет поднес ему диплом на звание почетного доктора богословия. Папа, в знак особого благоволения к Эразму, дал ему разрешение вести образ жизни и одеваться сообразно обычаем каждой страны, где ему приходилось жить. Во время очередного путешествия была написана знаменитая сатира «Похвала глупостей». Оксфордские и Кембриджские университеты предложили ему профессуру. Он выбрал Кембридж, где в течение нескольких лет преподавал греческий язык в качестве одного из редких тупор знатоков этого языка, а также читал богословские курсы, в основу которых им был положен подлинный текст Нового Завета и труды отцов церкви. В 1513 году отправился в Германию, но через два года опять вернулся в Англию. В следующем году, в 1516, вновь перекочевал на континент, где уже остался навсегда. На этот раз Эразму нашел себе могущественного мецената в лице короля Испании Карла I, будущего императора Священной Римской империи Карла V Капсбурга. Карл I, пожалуй, ему чин королевского советника не связан ни с какими реальными функциями, даже с обязанностью пребывать при дворе. Это создало Эразму вполне обеспеченное положение, избавлявшее его от всяких материальных забот и предоставило возможность всецело отдаться своей страсти к научным занятиям. Новое назначение не требовало от Эразмы изменить свои непосредливости, и он продолжает кочевать по Брюсселю, Антверпену, Фрейбургу, Базелю. Лишь последние годы жизни он окончательно обосновался в Базеле, где и умер в ночь с 11 на 12 июля 1536 года. Я цитирую по книге «Энциклопедия мудрости» издательства Росса. Но теперь несколько его мудростей. Баснями желудка не наполнишь. Держи под подозрением все, что диктует тебе душевный порыв, даже если это честно. Если заводишь новых друзей, не забывай о старых. Как вы думаете, может ли полюбить кого-либо тот, кто сам себя ненавидит? Лучше меньше знать и больше любить, чем больше знать и не любить. Мужчины рождены для отдела правления, а потому должны быть получать несколько лишних капель разума. Жить достойно не возобраняется никому. Иногда хорошо любить значит хорошо ненавидеть, а правильно ненавидеть значит любить. Начать войну легко, а закончить трудно. Невежество – мать высокомерия, а ученость рождает скромность. Нет ничего отважнее, чем победа над самим собой. Сыдливость непригодна для нуждающегося. То, чем мы грешим молодости, приходится искупать в старости. Христианская вера, по-видимому, сродни некому виду глупости и с мудростью совершенно несовместна. Отнюдь не случайно дураки столь угодны Богу. Церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью расширена. Скажите, по совести, какой муж согласился бы надеть на себя узду брака, если бы по обычаю мудрецов предварительно взвесил все невыгоды супружеской жизни? Ну вот, пожалуй, и все. Сегодня мы узнали немножко о Еразме Роттердамск. Настоящее имя – Герхард Герхардс. Один из наиболее выдающихся гуманистов. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok